Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Хейлер, и я приветствую вас на канале Хейлер Вижн. Давно не вы походили выпуски, но я, как самая жирная жопа ленивая во всей галактике и ближайших галактиках, решил выпустить новое видео, пересилить себя. Вообще не было времени, не было идей. Вот вышел, когда новый делся, у меня сразу появились идеи, но... Дело в том, что... Я пытался записывать ещё в субботу. Сегодня понедельник. Пытался записывать... А, сегодня вторник уже. Пытался записывать ещё в субботу, но ничего не выходило, там были разные накладки, времени было немного, в общем, ничего не получилось. Сейчас я вам объясню ещё раз. Вам-то первые, кто смотрит. Просто говори, это уже раз в десятый. Мы будем играть за Тверь и выполнять ачивку брата-убийцы. Мы должны захватить все державы, в которых главами государства являются Рюриковичи, то есть, династия правят Рюриковичей, и остаться одни, у кого правят Рюриковичи. Посмотрим. Играть мы будем за Тверь, чтобы было максимум хардкорно. Делай себе горячий кофе, то, что надо. Классный кофе. Да, это будет сложновато. У меня была одна удачная попытка, но я её не записал. Тебил. Точнее, у меня там... Да, я сидел там полчаса, сам с собой разговаривал. Да, правитель у нас, конечно, топчик. Сразу видно. Умный парень. Абсолютно просто дебил. И не имеющий наследника. Модификатор державы. О, мы можем посмотреть полный список. 10 тысяч рекордов. Нифига себе. Что за модификатор? Так, сразу смотрим. Ну, чтобы так просто, ради интереса. Вот, где правит Рюрикович. Вот вся... Все эти страны должны уже... Ну, типа, что... Мы даже не, короче, делать так, чтобы не правили в них Рюриковича. По-моему, доходчиво. О, а здесь какая династия. Междуцарствие, междуцарствие, междуцарствие... Республика. Ну, в общем, по-моему, понятно, да? Форма управления. Мне понравилось очень много карт. Добавили хороших таких, интересных. Мстейшая республика. То есть, мы можем посмотреть форму правления. По карте. Ну, и вообще. Ну, мне кажется, это классно. Ну, что ж. Приступим к делу. Мы не будем объявлять своим соперникам Новгород. Потому что нам нужна его помощь в войне. Мы сразу отправим улучшать с ним отношения. И заключать союз с Рязанью. Так. Так же. Мы должны задуматься сразу о создании еще трех тысяч войнов. Чтобы нам было чем отбиваться в будущем. Ну и все, в принципе. И мы должны еще взять... Так, да. Утихомирить в Москве есть такая фигня. И попытаться ее утихомирить. Надеяться, что они не объявят нам войну раньше. Ну, или Новгородцы в нашем будущем. Так, отлично. Денбрак мы заключили. Осталось заключить союз с Рязанью. Ну, это... Теперь вообще проще простого. Черт. А, да. Еще почему не выпускал? Что-то в последнее время немного подсел на Аниму. Вдруг меня подсадил. Обослительно не бейте. Сори. Так. И нам нужно, чтобы они создали торговую лигу. Тогда это упростит. Что они хотя бы... Сейчас наши державы дают им почувствовать собственную значимость. Почему сбили с ног? Это же хорошо. Почему вы... Все видите в темных тонах. Так, войти в лигу. Мы сами предлагаем. Конечно, это нам не выгодно, но... С точки зрения сейчас заключения союза, это очень выгодно. Потому что тогда до союза нам остаются сущие пустяки. Ой, как страшно. Если мы с кем-то и будем начинать войну, то только с вами. Нам больше не с кем. Правитель. Правитель у нас, конечно, ничтожество, но практически. Но генерал тоже не блещет умом, поэтому... Как бы, лучше возьмем на натиск генерала. Сейчас, погодите. Кошка читает. Ох, уж эти кошки. Ох. Такс. На чем мы остановимся? Да. На самом важном. Мы клепаем еще один... Ах ты господи! И сразу мы не выполнили. Нифига. Они сразу садили дверь. Тверь. Дверь. Все дела. Так, и разгромили нашу новенькую армию. Наш новенький полк. Так. А никому на нас палет? А, московская Адоевская торговая война. Ничего себе. Литовцы поддерживают Адоева. Это очень хорошо. Я надеюсь, что они подольше продержатся до того, как станут униатом. Попробуем еще раз склепать бердышников. Все. Давай. Литва, все. Нам теперь нужно как-то справиться со своими силами. Спасибо. А, они разгромили по-принькову нашу армию эту новенькую. Понятно. А-а-а! Все сразу все начинается не очень. Ну нет, по-моему, это война слита, и это очевидно. Что нам тут делать? Хотя... Мало ли, как она повернет. Их армия сейчас похожа на разрозненную толпу. Так. Стоять. Ну, все. Да, вот теперь точно все. Мы загружаем самое позднее сохранение. 500 лет до великой победы все-таки. Ах. Кому великая победа, а кому день национального траура. Ой, ну давайте уже. А, это почти все сначала, да? Ну-ка я... А, нет, все. Все работает. Отлично. Нам нужно, чтобы они не глупили. По-моему, хотя нет, пусть этот парень будет. Так, опять запахло жареным. Очень сильно запахло жареным. Мы опять вынуждены перезагрузиться. Это просто забей. Хотя, надо переигрывать, скорее всего, всю компанию, потому что, вряд ли, что тут получится переиграть. Попробуем последний раз, и если что, переиграем компанию. Так, мы сразу принимаем. Тут они сразу сами нам предлагают это. То есть, они формируют лигу для нас, торговую. Сразу просим прохода. Попробуем все изменить немножко. И сразу уходим. Желательно подальше от границы с Московией, потому что ничего хорошего на них для нас нет. Ну, давайте возьмем эту. Сраные поляки, естественно, все там породят. Своим ягелором. Сраные поляки. Сраные поляки. Сраные поляки. Сраные поляки. Конечно, мы согласны заключить с вами союз. Так, мы следуем за литовцами. Где новогородская армия? А, вот она, как раз таки. Так, где карта грабежей? Отлично, мы их ограбили. Да почему я сразу беру Тверь? Они же за Адоева воевали, ну блин, ну чё за фигня? Ну хотя, согласен, Адоева-то нет. Ну сейчас выход просто Литвы из войны может перевернуть весь её ход. Где литовская армия ещё? У нас 26 тысяч человек. А, ну да, вот они, в принципе. Все здесь. А Тверь-то берут. Я недоволен. Я буду обращаться в ООН. Ну видите, тут вот как-то по другому сценарию всё пошло. Хорошо. Так. Отступаем сюда. Так, эти уже ушли далеко, так что ничего здесь не будет у меня такого себе. Ох-ох-ох! Ох ты, как мы ушли! Я уж хотел сказать про просчёты в тактике и стратегии. Но нет, был бы неправ. Ура! Давайте, давайте, давайте! Файт, файт, файт! Такой же дебил, наследник у нас. Отлично, мы смогли защитить нашу крепость. Так, вы готовы, да? Мы тут должны ударить по ним сверху фану. Да у них генерал двухсвёздочный! Твари польские! Ну мы остались просто в полной жопе. Золотая Орда не воюет с Московией. Опять только переигрывать и надеяться на то, что... Вот это событие произойдёт позже. Теперь мы можем перезагрузиться с 1946 года, потому что там тоже дело что-то неплохо. Нам нужно собрать силы в единый кулак. Чтобы успешно отражать атаки. То есть мы должны ходить единой армией, а не вот этим сбродом. Если мы встанем в толпу, то это что-то никак не поможет сзади. Смотрите-ка, помогает неплохо довольно-таки. Если мы уйдем... Да, сразу, хоп, это упал. В любом случае мы как-то помогли, видимо, осадить. Просто я не хочу тратить много рекрутов на это. Ну, вот это вот уже получше. Прошлый. Идиот. Ну, ещё и регинский совет. Вот это неплохо. Вот это неплохо. Ты уходишь. Маля немного стабилизировали. Так, отлично. Что литовцы там делают? Кто-то, я не знаю. Так, отлично. Они тут разбили московскую армию. Да какое, о чёрт, такое проседание по стабильности. Так, это хорошо. Литовцы с нами, земля под нами. Ну, какое уменьшение стабильности? Мы войну можем выиграть. Ну, чё вы делаете-то? Так же при царе страну просрали. Литовцы с нами. не можем предлагать войны союз 10 лет по моему великолепно есть шанс давайте попробуем с литовцами даже если есть больше шанс то что типа если получится заключить союз с Литвой это конечно будет очень классно извините согласиться всем даем проход это само собой это даже не обсуждается так сделаем крупных воин ближайшие годы не намечается все они тоже сейчас прыгают пол новгорода съедят твари ну хотя бы этот ивент правильно не поляки выбрали решение ивента остался последний займ а че такое да это без разницы вот есть по административке и я мне жалел средств но мы все равно с ними в торговой лиге так что они нас будут защищать в случае нападения насколько я помню жалко до его а они то есть литовцев киданули новгородцы первые ничё сяне почти такие же сакуны как и мы короче с вы че обкурились там что ли какой ливонский орден че мы должны всех побить что ли классно живем а че у них с армией то у них как в этот что ли после первой мировой типа запрет на формирование армии да нет вроде не без помощи конечно о это наш шанс кстати повысить налоги в че такой лес подскочил а подкрепление много требуется я понял вас так сейчас уже полегче должно быть револь нужно захватить первым делом конечно усложняется то что он на берегу и флот ливонцев значительно больше да деньги нам сейчас нужны чем благочестие ну че реал не успели так так я не могу они перегородили пролив че то фак так револь мощная крепость мы вновь смогли разбить их так 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 также у нас 12000 войска здесь стоит и это неплохо с литовцам особо ничего плохого не сделали что нам нужно нужно препутацию чувак есть такой денег нет они освободили нарву ну а мы осадили револь и револь очень дорого будет стоить ну по военным очень сильно чем повлияет захват револь а сразу же на итоги войны на дальнейшее продолжение но крепость на неве как там город называется орешек захватит быстрее скажет нет смотрите смотрите что мы делаем и на руку сразу собираем кому это дали а нами оккупировали крутые но это мы делаем чтоб если они будут требовать денег сливонов ну я бы конечно пошел туда ворвался но я не нет гарантии на то что там будет хорошая поддержка они смогли разбить флот ливонского ордена и осел ось осел не знаю как перевести торговая лига реально нас спасает я поддерживаю новгород новгород поддерживает меня и нам даже не обязательно быть с ним в союзе так что в случае нападения на новгород москове я смогу его поддержать имею юридическое право и в случае нападения на меня москове новгород мне тоже поможет да нам явно нужен паренек на диприп и больше ничего больше ничего не надо ну почти уже захватили какой там лед галя лед галя адове хоть входит в этот они не согласен просто потому что мы в союзе с Рязани ну куда вы претесь а вы заходите ладно я не могу терять стабильность когда он только наладилось так ничего а на следующий что держава ливонский орден был вынужден передать державе наук в 10 принц ее доходы в качестве военных репараций так держава ливонский орден держава ливония как зависимых государств держава ливонский орден выплатит 60 дукат дженовки ее союзникам держава теперь получает 32 из этой суммы инфляция увеличивается а вот так это мероприятие будет строить державе новгород также держава новгород получает ноль штрафы комиссии за совершение между держава и новгород и ее союзниками будет разделено 8 9 два престижа держава Тверь изменит свой престиж на 4,5 планический вес на 1 ливония это герцогство ливония ливония которая вряд ли будет с нами союзничать ну вон во всяком случае в войне мы победили и заработали самое главное что нам сейчас нужно деньги деньги это то что нам сейчас нужно так сколько там еще так отлично деньги у нас есть нам теперь главным нужен советник на диприб какой-то текстерпетриархи казнобор но это может нам помочь конечно значительно б так морские силы так другая земная сила тверской державы как то что у нас эээм мало хочу ладно пусть у нас будет пока классный советник за одну так мы можем выбрать своего соперника нет не можем плохо так отлично переходим в технологию технологии идут в гору нам бы еще четвертой военки получить это было вообще шикарно так в Москве воюют с Казани ну самое время а это не Москва это Золотая Орда воюют с Казани ах повоевать бы с Московией если мы увидим свои силы даже там на 3 то есть ничего не изменится хотя у них у а нет у них есть один выход в море факт вот если бы не было то бы это не играло никакого минуса все было прекрасно все играл бы минус но не такой бы большой у Литвы у самой осталось 6000 солдат им что то не нравится вы серьезно ребят им не нравится блять наши морские силы да вы охренели теперь наши иноземные силы да что ты будешь делать что это такие за гоноры в нашу сторону я не понял в Новгородцы вы че в Сумок сходили там все да нам нужна Ливония ну я не знаю гена конечно сильно разрослась что это значит Порты заблокированы бандовщиками, крымские сепаратисты все захватили. Ну, конечно, здесь везде сувенизм, православие, тут даже нет католичества. Конечно, они все захватили. 20, 30, 10, 15, по-моему, будет проще, 12, по-моему, будет проще просто заключить союз. Нет, конечно, был шанс, вот тот момент, как раз, сейчас уж то нет, заключить союз с Литвой, дав им денег. Но сейчас у нас денег нет. И союз с Литвой, соответственно, тоже. Мы скоро изучим баталию. Какой-нибудь из наших соседей уже есть? Да, у Новгорода только есть. Так, отлично. Так, хотя, не отлично, ничего. На прямую нам войну они объявить не могут, то есть это уже неплохо. Мне вот это больше всего нравится. Ничего себе. Че это вдруг? Я доволен! Та-да-ра-ра! А, понятно, не хватай, не выходи на стороне. Все ясно. Его никем союзим с Новгородом. Ну, в принципе, тоже сможем с ним заключить военный союз, я думаю. Ну, хватит. А у Литвы-Ксейзников Швеция-Польша. Ну, что ж, мы должны помочь литовцам, потому что в будущем именно они смогут гарантировать нашу независимость. Отлично. Почему советникам нельзя повнизить зарплату, мне это бесит. Я же не знал, что и договоры нельзя заключать на проход. Это обидно. Да, пока мы пока ничем не можем помочь литовцам. Типа, потому что время прошло. Ммм, как же горит-то у меня. Один год остался, у меня есть два неплохих союзника. Ну, вот. Ливоня, конечно, сейчас поустойчивее даже смотрится, чем, по-моему, Литва. Вот тут интересно сделали окантовку, типа, когда морские бренды заходят. Прикольно смотрится. Я пока за этот отыграл, за свой Бурунди. Конечно, не мог это оценить, потому что все в Африке. Конечно, деньги в казу. Глупый вопрос. Ну, глупо даже было начинать эту битву, пристаривать войска. Надо было их подкапливать. А они почему-то занимались какой-то полной херней. Так, ну ладно. Долго поиграли. Первая серия. Ну, довольно-таки неплохо. Шансы у нас есть. И не будем забрасывать эту кампанию прям. Потому что нам бы помочь подавить восстание литовцам. Литовцам помочь. Почему литовцам меня еще бесит? Почему не помогают поляки, не приходят? Могли же бы помочь. У самих-то все нормально. Понимаю, у шведов там восстание тоже своих куча. Вот, мы бы должны помочь литовцам. Очень нам нужно помочь. Заключить союз с Новгородом. Ну, и потом уже действовать по ситуации. Скорее всего, воевать с Московией, конечно же. Захватывать московские земли. В первую очередь, там, в Ржев, в Калугу. Да нет, даже, наверное, Ржев. Потому что у нас есть на него претензии. А потом, Владимир, Суздаль. Потому что отделять Москву, во-первых. А во-вторых, сильно не выходить пока на границу с нашими союзниками. С Литвой и Новгородом. Чтобы наши интересы по-глупому не соприкасались в одной точке. Ну что ж, с вами был Хейлер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось. Всем до скорой встречи, ребята. Всем пока-пока.